доброго времени суток уважаемые друзья подписчики и гости моего канала канарейки в казахстане ассаламу алейкум ва рахматуллахи в баракату хуми таду астара youtube курер мендер сегодня хотелось бы поговорить об этом удивительнейшем составе как-то выразиться правильно даже тяжело удивительно полезном составе таком орехово-медном или медно-ореховым как хотите составе не только для птицы для канареек частности но и для нас с вами для детей для семьи для всей семьи поскольку канарейка много ей часто во первых нельзя давать этот состав эту смесь термоядерную хорошем смысле этого слова друзья мои я потом объясню чуть позже но также и всей семье можно у кого анемия или зимний переход на осенний зимний период эта смесь поможет вам укрепить вашу семью иммунитет у вашей семьи иммунитет а также обогатить питательными веществами витаминами и также укрепить иммунитет вашей птицы речь идет простых казалось бы ингредиентах которые везде и всюду продаются есть продажи на сегодняшняя цена конечно оставляет желать лучшего данном случае сегодня я делаю сейчас я закупился специально приготовил буду делать очень много повторяюсь не только для птиц для канареек но и вот мой оператор юный канара вот моя дочь а принцесса моя и для всей семьи давайте я начну перечислять ингредиенты то есть это несколько видов орехов миндаль кешью земляной орех или арахис берете не не соленый в очищенном виде он обычно соленый грецкий орех и фундук если добавить сюда кедровые орешки будет очень замечательно просто у нас кедровые орешки на сегодняшний день они есть наличие продажи есть но где я сегодня закупался там цена такая была астрономическая что я даже не знаю как сказать и поэтому я отказался от кедровых орешков я думаю от этого не будет намного хуже это состав эта смесь теперь приступаем значит загружаем все наш чоппер измельчитель как я ранее вам показывал как я им работаю есть он у вас хозяйстве вот такой электрический помощник и нашим супругам мамам дочерям дочерям и вам как заводчикам готовить и мешанки и вот такие прекрасные вещи и на сейчас я сюда уже я еще раз повторю сделаю очень много сразу заготавливаю потому что птицы мы даем 22 ну три раза в месяц максимум иначе конечно птица будет она будет кушать но соответственно зажире и поэтому этот состав нужно регулировать его много давать нельзя она птица будет с удовольствием поедать конечно но надо все регулировать любое любая вкусная вещь любая полезная вещь она полезна только в меру так же как и людям между прочим так же как и людям поэтому добавляем сюда вот сегодня закупил я разнотраве мед разнотраве и начинаем размешивать прежде чем начали размешивать конечно в основном мед продается в твердом виде ставите кому как удобно на батарею или весь секрет том что хозяйки это знают весь секрет в том что его удобно и нам нужно в жидком состоянии но он в основном продается в твердом состоянии мед его нужно разогревать не не более 50 градусов то есть 50 градусов это максимальная температура при которой можно мед сделать жидким иначе вам потеряет фруктоза и глюкоза составляющие меда чем он полезен они начинают менять свои структуры теряют все полезные свойства свои витамины поэтому за этим надо вообще самое идеальное при 40 градусов кто поставьте отделите баночку купили меда отделите вам нужное количество вот как я сегодня сделал нужное количество примерно приблизительно я сделал и поставил на батарею отопление сейчас зима сейчас поэтому на батарею в течение часа полутора часов он придет жидкое состояние и значит добавляя и следя за консистенции этой смеси мы начинаем перемешивать это все ну вот друзья мои мы добавили мед размешали как смогли просто сейчас это страшного ничего нету в этом я немножко раньше снял с батареи мед он не пришел не пришел полностью в жидкое состояние немножко густой поэтому страшно в этом ничего нету сейчас эту же смесь я поставлю на батарею или в теплое место и до вечера время есть или до утра при утреннем кормлении я уже размешаем он должен быть сыпучий абсолютно сыпучий сейчас у меня просто меда здесь много и повторяюсь он немножко густовато ничего в этом страшного нету теперь главный вопрос главный вопрос при как приготовить я вам показал наглядно показал и на эту в ю тубе очень много есть кто снимал это но без комментариев потом вопросов очень много как давать вот канарейки любят лапками зале залазить значит потом клювики будут липкие потом и жердочки будут липкие от этого потому что канарейки как мы знаем клювик вытирают об жердочку потом лапками и так далее и тому подобное абсолютно абсолютно вы правы задавая эти вопросы во первых главное это кормушки вот эта кормушка она специально создана именно для вот этого корма для этой смеси медовая кормушка называется то есть наполняете ее наполняете полностью забиваете кормушку и между фрутиков клетки там вольера или бокса значит вставляете возле жердочки вставляете и канарейка сюда у нее возможности залезть лапками не будет другой вариант кормушки то же самое то же самое здесь специально есть насест то есть вот вы крепите это между прутьев вот так поворачивается внутри клетки находится сюда ложите не полную конечно на пару на пару можно но половинку этот два дня будет кушать птичка и ложите кормушку в этот держатель специально здесь есть насест специальный поэтому лапкой сюда птицы не будет главный смысл в этом третий вариант если отсутствие в отсутствие той этой специальных кормушек для мягкого корма для меда вот такой обычный вариант с чего мы и начинали принципе это крышечки обычные крышечки от пластиковых бутылочек сюда варианта нету у птицы никакого залезть лапкой вы согласны ждать то есть ложите на дно клетки можете что-то придумать нам гвозди какой-то что-то крючочек подвесить тоже то же самое ничего никакого составляет труда сделать дырочку даже девочка или дама справится женщина с этим намотали проволочку и повесили также возле жердочки все никаких вариантов сюда залезть с лапочкой лапками сюда нету а что касается вытирания клюва об жердочку извините меня но нам важнее я думаю я сейчас озвучиваю свою мысль но нам важнее здоровье птицы и состояние птицы нежели потратить ну максимум полчаса времени перемыть штук 100 жердочек вы согласитесь же со мной поэтому гигиена в любом случае мы делаем жердочки моем посуду моем поэтому это не проблема я не считаю что это проблема нам важнее чтобы птицы была здоровая здоровая оперение выглядело прекрасно блесте блестела блестящее было оперение натуральное блестки имеют не от меда натуральными и все будет прекрасно соответственно птица будет вас только радовать ну вот уважаемые друзья вот о чем сегодня хотела поговорить потому что видео я вчера пересмотрел видео есть хорошие видео георгия анапские канарейки прекраснейшее видео все досконально показывает но просто музыка фоновая музыка конечно он не любитель разговоров это если где и объясняет многим просто заводчиком кажется что показал и все на все наглядно показал он действительно наглядно не только он там все наглядно показывают как сегодня орехи и там состав орехов мед налил все показано но общение с начинающими канароводами это общение вот вы и ваша аудитория я думаю это больше значение имеет нежели просто показать не объясняя поэтому конечно с глубоким уважением ко всем кто показывает даже это я знаю что это стоит большого труда то есть найти время сесть сейчас у меня тоже загруженность несмотря на выходной у меня рабочий день я приехал специально записать это видео попросил мою дочь ассистировать записать потом сейчас я вот записи записываю видео и обратно на работу после работы я приезжаю мне не до видео действительно устаешь очень но я вам для рассказывание для того чтобы кто-то пожалел кто-то нет не для этого многим кажется что просто записал видео и все нет для этого нужна подготовка вот съездить как минимум до магазин на рынок закупиться это уже время и ну время основное время сейчас самое дорогое это наше время сесть приготовить оборудование лампу кого-то пригласить освещение к видеокамера кого-то пригласить чтобы помог поэтому это вот для этого когда смотришь что просмотры есть о чем я говорю конечно не так часто как многие просят подписки просмотры есть без подписки конечно подписчиков у нас подписчикам наши интересы интересно для блогеров когда подписки просмотры конечно это все интересно хорошо но когда подписчики количество подписчиков растет кажется что твой труд не пропадает даром вчера вот было как приятно смотреть и наблюдать за ростом человека как блогера это youtube канал улетного улетный датчик максим приветствую тебя дорогой удачи тебе разведение канареек максим очень увлеченный спортивными голубями давно очень давно и в детстве держал канареек сейчас он вернулся к этому делу как начинающий канаровод то есть разведение вчера с почином тебя максим удачи твоему каналу развития успехов здоровья всего хорошего чем я вчера он проводил первый стрим и было очень приятно наблюдать за развитием человек должен развиваться всегда то есть мы нам предписано это свыше всю жизнь учиться но не просто учиться передавать эти знания дальше то есть начинающим не только своим детям от чистого сердца чистой души вот отсюда и раздавать главное чтобы был слушатель если есть польза от ваших дел это во-первых и вам зачтется и в ваши подписчики или гости канала когда говорят спасибо максим это четко ясно вчера сказал когда делаешь дело и спасибо конечно подписчикам пользуясь случаем да вот всех благодарю моих подписчиков и гостей канала кто смотрит мой канал за ваши комментарии и как вчера максим тоже сказал когда делаешь доброе дело без скорости без никаких интересов это всегда чувствуется же на расстоянии я думаю так поэтому ни одного на сегодняшний день плохого комментария какого-то не доброе не добрым словом никто не обмолвился спасибо вам за это и мы соответственно все кто этим занимаемся благодарны вам за это поэтому сегодня хотелось вот рассказать именно и об этом об этой смеси смеси она очень полезно и повторяюсь вот сегодня закончу ее банку с крышкой законсервирую и когда при необходимости ежедневно натощать можно употреблять взрослым детям детям с чаем ложечку она как сникерс как дети любят и очень очень полезно но все в миру вот на сегодняшний день это все что что о чем я хотел сегодня с вами поговорить вопросов на эту тему я думаю нету потому что все эти ингредиенты всем известны всем людям абсолютно всем и дети знают что мед полезен орешки все любят в любом виде поэтому всего доброго удачи всем успехов берегите себя спасибо и и и и и Продолжение следует...